Американские осужденные, отбывающие наказание в домашних условиях из-за COVID-19, вновь будут возвращены в тюрьмы после окончания пандемии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на администрацию Байдена. По сообщениям администрации, заключенных должны отправить в колонии в соответствии с положением закона CARES, подписанного еще при Дональде Трампе. В рамках этого акта преступники, совершившие ненасильственные деяния, должны быть отпущены под домашний арест. Это позволило примерно 4 тысячам заключенных покинуть тюрьмы на время пандемии. Теперь же администрация Байдена вынуждена вернуть осужденных места отбытия наказания. Как пояснили в Министерстве юстиции, это решение не является политическим. Более того, окружение президента и вовсе настаивало на упразднении этой нормы. Тем не менее, юридических механизмов для ее отмены пока в американском законодательстве не существует. 3 июля стало известно, что Минобороны США запретила финансировать тюрьму Гуантанамо из своего бюджета после 30 сентября 2020 года. Первую попытку закрыть тюрьму предпринял экс-президент Барак Обама, подписав соответствующее распоряжение в январе 2009 года. Это решение не было исполнено, поскольку тюрьмы внутри Соединенных Штатах отказались принимать террористов. В 2018 году 45-й президент Дональд Трамп издал приказ о сохранении тюрьмы, отменив распоряжение своего предшественника. 20 июля Байден решил закрыть Гуантанамо. Экс-главу инаугурационного фонда Трампа обвинили в лоббировании интересов Объединенных Арабских Эмиратов. Мы вчера немножко об этом поговорили, сегодня есть какие-то более-менее данные. Власти Соединенных Штатов задержали его еще во вторник по обвинению в сговоре с целью влияния на внешнюю политику. Об этом сообщило агентство Associated Press. По его данным, 74-летний Томас Барак, являющийся близким другом экс-президента США, был задержан во вторник в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, на основании федеральных обвинений, выдвинутых против него в суде района Бруклин, штат Нью-Йорк. Мы знаем, Нью-Йорк против Трампа и против его окружения просто объявил войну. Вместе с Бараком по делу проходят 27-летний Мэттью Граймс, также задержанный во вторник, и 43-летний гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, местоположение которого неизвестно. Все трое обвиняются в том, что в период с 2016 по 2018 годы они лоббировали интересы Объединенных Арабских Эмиратов и предпринимали попытки оказать влияние на решения Трампа в сфере внешней политики, не уведомив американские власти о том, что действует в интересах иностранного государства. Кроме того, Барак обвиняется в препятствовании правосудию и даче ложных показаний. По информации Минюста США, в 2016 году Барак участвовал во встрече с представителями правительства Объединенных Арабских Эмиратов, в ходе которой предложил им составить список вопросов, которые они хотели бы решить во время президентского срока Трампа. Кроме того, в 2017 году он якобы согласился продвигать одобренную властями Объединенных Арабских Эмиратов кандидатуру на пост посла США в этой стране. Позднее в том же году он якобы по просьбе представителей Объединенных Арабских Эмиратов в беседах с Трампом выступал против проведения в Кэмп-Дэвиде штат Мэриленд саммита по вопросам отношений между Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими ближневосточными странами. Встреча так и не состоялась, указывает Минюст. Первая леди Джилл Байден возглавит дипломатическую делегацию США на Олимпийских играх в Токио, тем самым выразив поддержку ключевому союзнику в Азии, несмотря на опасения по поводу пандемии COVID-19. Байден вылетел из Вашингтона в Японию в среду утром. Организаторы Олимпиады и японские власти решили не отменять мероприятие, несмотря на возмущение общественности по поводу того, что в страну приехало огромное количество спортсменов, вспомогательных сотрудников и журналистов. Только в Олимпийской деревне размещено более 11 тысяч человек, у десятков из которых уже выявили COVID-19. Однако президент Джо Байден считает отложенную из-за пандемии Олимпиаду важным моментом, чтобы продемонстрировать поддержку давнему союзнику и торговому партнеру, который, как он надеется, поддержит усилия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая. Сам он при этом в Японию не едет, Байден. По словам пресс-секретаря Первая леди, она прибудет в Токио в четверг днем, а вечером ей предстоит ужин с премьер-министром Японии Есихидо Сугой и его женой Марико во дворе Акасака. По дороге Байден посетит Аляску, чтобы встретиться с семьями военнослужащих и призвать местных жителей вакцинироваться. На полях Олимпиады Суга встретится с 15 лидерами других стран, хотя Джилл Байден, она не лидер, она Первая леди, как мы знаем. Хотя ранее запланированы были не 15 встреч, а встречи со 120 представителями, сообщает представитель премьер-министра. В апреле президент Байден принял Сугу в Белом доме. Поездка на Олимпиаду – это первая сольная зарубежная турне Первой леди, которая проведет в Японии три дня. В пятницу она планирует посетить церемонию открытия игр, а также встретиться со спортсменами сборной США, американскими дипломатами и японским императором Нарухита. Популярный американский рэпер Скотт Рамон Седжеро Мискади, более известный как Кит Кьюди, показал свой маникюр на новом фото и из страха критики закрыл комментарии в Инстаграм. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттер. 37-летний исполнитель поделился в соцсети селфи, на котором запечатлен в серебристом шлеме и белой футболке. Его образ дополнила цепочка с кулоном, украшенным стразами. В кадр попала также рука артиста. Видно, что его ногти покрашены в оранжевый и голубой цвета. Публикация набрала больше 163 тысяч лайков. Подписчики принялись критиковать рэпера за маникюр в Инстаграм. Из-за многочисленных негативных комментариев исполнитель был вынужден закрыть комментарии под своими публикациями, о чем он сообщил в Твиттер. Цитирую, кажется, людей действительно волнует, что я крашу ногти. Я устал блокировать такое большое количество аккаунтов. Мне нужно, чтобы вы поняли, если вам не нравится то, что я делаю, пожалуйста, не покупайте мои альбомы, не приходите на мои концерты, идите к черту, высказался он. Поклонники поддержали знаменитость в комментариях. К черту, Хейгеров, твои ногти выглядят круто. Да пошли они все, будь верен себе. Мы любим тебя плевать на чужое мнение. Мне нравится твой маникюр. Делай то, что тебе нравится, несмотря ни на что. Писали пользователи под его твитом. Майя популярный рэпер Machine Gun Kelly, настоящее имя Колсон Бейкер, вышел свет с длинными ногтями и был обруган в сети. Артиста запечатлели на красной дорожке музыкальной премии I Heard Radio Music Awards в Лос-Анджелесе в серебристых бермудах, молочном пиджаке и водолазке, полосатых носках и белых ботинках на шнуровке. Свой образ он дополнил длинными накладными ногтями с ярким дизайном. Ну и голливудский актер Том Хэнкс выставил на продажу трейлер, который почти 30 лет служил ему в качестве жилья во время съемки вдали от дома. Оборудованный мебелью и всеми удобствами, Airstream Model 34 можно будет приобрести у американской знаменитости за сумму от 150 до 250 тысяч долларов. Туристический дом на колесах был сделан по заказу Хэнкса в 1992 году. Трейлер пригодился актеру в периоде его участия как минимум в 18 фильмах, в том числе «Неспящие в Сиэтле», «Форест Гамп» и «Поймай меня, если сможешь». В Airstream Model 34 мировой знаменитости оборудованы спальня, гостиная, кухня, туалет и душевая. В интерьере много натурального дерева и тканей. Установленные на крыше двойные кондиционеры обеспечивают комфорт внутри круглый год. Сбоку у дома на колесах есть выдвижной тент, который позволяет удобно расположиться на свежем воздухе. Цитата, «Я провел слишком много времени в обычных трейлерах с уродливым декором и ужасно неудобной мебелью, поэтому решил купить новый дом на колесах с интерьером, созданным по моему собственному желанию», — рассказал Хэнкс. Он выставил автодом на аукцион в Калифорнии, который запланирован на середину августа. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok